Наш пресс-центр продолжает свою работу. Знакомим вас с интересными людьми, интересными компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Кузьменко Валентин, я являюсь руководителем отдела продаж группы компании Retail Service. Наша компания занимается производством кассового обслуживания, то есть наше кассовое обслуживание отечественное, производится здесь в России. И также мы являемся интегратором, плюс к тому же разработчиком кассового ПО, собственно для этих же систем. Замечательно, я так понимаю, что в гору пошла эта технология именно в тот момент, когда людям нужно было поменьше общаться друг с другом, при этом покупать продукты. Ну да, пандемия была на самом деле неким драйвером развития этих технологий, но и достаточно давно Retail уже идет к технологиям самовослуживания, внедряя постепенно те или иные инструменты. В нашем ассортименте есть кассовое обслуживание классического сценария использования, то есть это стандартные острова для расчетов с клиентами. Но есть уже и новые технологии, которые сейчас приветствуются, которые сейчас актуальны для рынка, такие как система распознавания весового товара, к примеру, на кассе. То есть системы контроля продаж, антифрод, все эти темы, они в рамках текущего мероприятия, в рамках RetailTech, так или иначе были затронуты и поднимались спикерами в своих выступлениях. Соответственно, мы пытаемся быть на гребне волны и нести технологии бизнеса. Это здорово. Я как покупатель хочу сразу попросить от вас, как разработчика ПО и разработчика этого оборудования, очень удобно на кассах самообслуживания делать абсолютно все. Кроме того, когда я выбираю, что это за булочка конкретная и как ее выбрать, можно искусственный интеллект напрограммировать так, чтобы он сам понимал, что это за косичка с шоколадом или с изюмом, чтобы я этого не искал. Да, как раз сейчас мы реализуем данные технологии. Эта технология называется система распознавания. То есть внедряется, по сути, искусственный интеллект, подключается нейросеть, которая позволяет определить с точностью до 99% какой это товар. То есть там с изюмом или еще с чем-то булочка, как в вашем примере. Достаточно просто внести информацию в базу, пополнить каталог и система будет определять автоматически этот товар. Замечательно. И несколько наших спикеров затронули такую тему, что не только пандемический год, а в принципе 21 век и люди, живущие в нем, порой не хотят общения с людьми. Они хотят спокойно, молча зайти в магазин, взять все, что им нужно и уйти. Спасибо за вашу работу, что вы позволяете социологам это делать. Но это и хорошо в наше пандемическое время, пока еще неспокойно. Может быть, есть какие-то интересные моменты, которые мы хотели поделиться? Что нового еще будет внедряться в каком-то обозримом будущем? Ну, из нового в нашей сфере на самом деле есть три сценария применения системы самообслуживания. То есть три наиболее распространенных, наиболее популярных. Это классические кассы самообслуживания. Это системы, связанные с технологией Scan&Go. То есть когда покупателю предоставляется некий терминал, и он сканирует свои покупки, наполняет корзину, и в выходе при помощи терминала рассчитывается. И мобильные приложения, да, то есть когда мы посредством своего телефона также сканируем какие-то покупки и производим взаимные расчеты с торговой сетью, непосредственно в приложении. Вот это три самые популярные тренда в системах самообслуживания. По сути, за ними как бы будущее. Даже те спикеры, которые были сегодня на стенде, говорили о том, что, ну, к примеру, в фастфуде 85% покупок реализуется через систему самообслуживания. Это либо заказ через мобильное приложение, либо классический киоск самообслуживания. В торговом ритейле у нас другая статистика, да, то есть наши клиенты утверждают, что порядка 30% покупок совершаются при помощи классической кассы самообслуживания. Вот, поэтому эти проценты, они будут только расти, да, то есть покупателей будет все больше знакомиться с этими технологиями. И ничего сложного в самообслуживании нет, да, то есть клиенты, наоборот, сейчас уже выбирают как бы розницу, выбирают магазины. По принципу, есть ли там такая касса, я пойду туда, мне там проще, удобнее и так далее. Поэтому, ну, это уже некий стандарт для ритейлера, а не какая-то неизвестная фишка. Да, но плюс не будем забывать то, что когда у нас есть, например, в магазине 3-4 кассы, при этом работает одна или две, и нужно звать некую Галю, которая может прийти и открыть следующую кассу, а тут абсолютно 6 касс, которые для меня открыты в любое время. И это прекрасно и замечательно. Спасибо вам за вашу работу и надеюсь, что она будет процветать. Все больше и больше доля покупателей будет оценивать и голосовать рублем за это решение. И поэтому у нас все будет замечательно и как в 21 веке. Спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.